Следующая тема нашего эфира – это разговор о городе, который находится под оккупацией российских войск, город, который россияне захватили, город, с которым вместе россияне пытаются захватить еще и юг нашей страны – это Херсон. Тяжелая ситуация в этом городе. Там происходит навязывание рублевой системы, замена украинских государственных символов, изменение в системе образования, появление лениных на постаментах, как это в Новой Каховке произошло. Россия всячески пытается закрепиться на украинских оккупированных территориях, на временно неподконтрольных территориях украинской власти. Насколько новым властям, в самых больших скобках, больше даже, чем столы Путина, это удается, об этом далее расскажет моя коллега Влада Цуркана. Снимают флаги и демонтируют указатели на украинском языке. Так российские военные действуют по всей Херсонской области, а в Мелитополе они даже перекрасили фонтан на Площади Победы. Российская власть всячески пытается закрепиться во временно оккупированном Херсоне и отрезать людей от подконтрольной Украине территории. Сейчас уже трудно и небезопасно выбраться оттуда, рассказывает местный житель Владимир. Ему чудом удалось выехать в конце марта. В Херсонской области у него осталось много знакомых. Они рассказывают, что оккупанты пытаются блокировать интернет и украинских операторов мобильной связи. В Херсоне, например, связь периодическая и не везде. То есть надо искать место, например, или на балконе, или на высокой точке. В сельской местности, где есть, где нет, тоже нельзя сказать, чтобы она везде была. Вот тоже надо искать какие-то места. То есть частично оккупанты ее испортили, эту мобильную связь. Окупационная власть пытается ввести и рубли, однако их в обиходе немного. Все украинцы пользуются гривнями. Российская валюта проникает в Херсон в виде единовременных выплат или как расчет за экспорт продуктов в Крым. Но рублевую зону все равно пытаются внедрить. Создан будет в ближайшее время банк. Это будет один из российских банков, который имеет возможность и имеет разрешение на работу на этой территории, который будет заниматься организацией кассово-денежных расчетов и наличных, и безналичных. Это будет банк, МРБ-банк, международный расчетный банк. Он уже имеет опыт работы на территории Донецкой и Луганской республики. На захваченных территориях перестали вещать и украинские каналы. Вместо них гражданам Украины предлагают смотреть российские, в том числе Крым-24. В эфире последнего выходят специальные выпуски новостей для временно оккупированных территорий. Намерены открывать и русскоязычные школы. Я общался буквально вчера с одной учительницей из генической громады. Ни одна школа у них не запустилась. Им поставлено условие до 15 мая подумать и сказать, будут ли они работать, сотрудничать с оккупационными властями. Пока никто не изъявил такого желания. Поэтому они перевезли несколько учителей из Крыма в Херсон. Возможно, одно учреждение откроется. Пойдут ли туда дети и в каком количестве, будет ли там кроме этих трех учителей еще учителя, мы посмотрим. Но несмотря на все усилия оккупационных властей в Херсоне, как и в других городах, большинство украинцев с проукраинской позицией. Массовых митингов под украинскими флагами стало меньше. Зато некоторые жители области партизанят и всячески намекают российским войскам, что их на Херсонщине видеть не хотят. Влада Цуркан специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». Сейчас с нами на связи Дмитрий Лубинец, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав людей, деоккупации, реинтеграции. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Херсон – это сложная тема, собственно, как и весь та часть юга Украины, которая оккупирована Российской Федерацией. Сразу же добавлю, скажу, что мы восхищены просто храбростью херсонцев, жителей херсонского региона, Запорожья, Николаева и других городов, городов, которые сейчас не подконтрольны, к сожалению, украинской власти, Донецкой области, Луганской, естественно, которые выходят и говорят, нет, вот этим туристам, которые приехали в Украину на войну или, как там называют, на специальную военную операцию. Ситуация в Херсоне сложная. Да, но тем не менее, несмотря на позитивные оценки о том, что, несмотря на заявление Михаила подалека, чуть позже его дадим, складывается такое впечатление в Украине, такое ощущение, наверное, я уже не единожды читал подобные массажа, и думаю, и вы, Дмитрий, также, что Херсон Украина то ли потеряла, то ли уже не вернет, то ли ситуация такая, что вот вернуться украинскому флагу на территорию Херсона будет очень как сложно. Вы как считаете? Я считаю, что это не совсем так, точнее сказать, вообще не так. Понятно, что на данный момент все решают военные в плане возврата территории. Хотим мы или не хотим, но только на поле боя решается вопрос возврата в том числе и Херсона. Вот знаете, я постоянно в последнее время, обращаясь к нашим международным партнерам внутри нашего государства, я говорю, что мы ошибались. Мы, к сожалению, ошибались в 8 лет, когда думали, что с агрессором можно найти какой-то компромисс. Мы искали какие-то переговорные позиции. Мы всегда вспоминаем вот эту мантру политико-дипломатические методы возврата наших территорий. По факту они просто не существуют. Российская Федерация, если что-то захватывает силой, соответственно, она понимает, что отбить это у нее можно тоже только силой, причем военной. Поэтому возврат Херсона, конечно, будет. Будут это, в первую очередь, сделают наши сбройные силы Украины. Я уверен, что переломный момент в этой новой фазе войны, которая длится больше 8 лет, на мой взгляд, наступит примерно где-то через месяц. То есть это все связано с поставками вооружения от наших партнеров. После этого переломный момент, и мы начнем возвращать свои территории, как это произошло под Киевом, Чернигове, Сумах. Сейчас это достаточно неплохо происходит на территории Харьковской области. Чуть сложнее, понятно, у нас Луганская, Донецкая, Запорожская область. Ну и, соответственно, чуть сложнее у нас по Херсону. Но это точно произойдет. А в политическом плане, поверьте, люди ж не меняются. Если люди под дулами автоматов в Херсоне готовы выходить с украинскими флагами, невзирая на то, что тотальный контроль, тотальное давление активистов, там, забирают, проводят какие-то профилактические беседы, однозначно кого-то забирают, спекулируют и здоровьем, и жизнями родных и близких, и детей. Мы такое тоже фиксируем. Тем не менее, посмотрите, херсонцы продолжают показывать стержень, стержень, украинский стержень, который не поломать. Это не только в Херсоне. В Бердянске это происходило очень активно. И поверьте, то, что люди все меньше и меньше выходят на митинги, это не значит, что они изменили свою позицию. Это значит, что в новых реалиях они подстраиваются. И таким образом очень многие, я знаю, переходят на такое партизанское сопротивление, партизанскую войну против оккупантов. Поэтому Херсон мы вернем, как и все наши территории, временно оккупированные. Тем временем так называемые псевдовласти, квазивласти, так называемая военно-гражданская администрация Херсонщины, там, тот же Стримаусов, сумасшедший человек абсолютно, они начали опять говорить о референдуме, о присоединении Херсонщины к Российской Федерации. Об этом обращении мы также чуть позже скажем. И о том, скажем, сколько дают за голову Кирилла Стремаусова, чуть попозже эту информацию дадим, на размышления, скажем так, нашим зрителям. Жители Херсонской области при получении гуманитарной помощи должны заполнять анкеты с указанием личных данных. Местные волонтеры об этом сообщают, а также СМИ сообщают. Еще сайт «Важной истории» выпустил хорошую публикацию, которая называется «Голоса в обмен на кур». Это не просто игра слов, они распространили вот такие фото, сейчас мы увидим их. Это фото из группового чата детского сада Херсона, там воспитательница написала, что в городе обзванивают руководителей ОСМД, чтобы те дали списки жильцов, взамен предлагают чернобаевских кур. Собеседница сайта отметила, что куры скорее предлог выманить информацию. В Херсоне более 2000 людей, это ж сколько кур нужно взять, чтобы каждому выдать условно за подпись. А собирание подписей, данных паспортных, это к чему вообще? Зачем такое происходит на территории Херсонщины? Ну, для того, чтобы создать картинку. Опять же, всё это было уже в 2014 году на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей. Один в один, у них такое же самое клише, знаете. Они вот ещё по советским методичкам как работали, так и работают. То есть надо собрать информацию про живых людей, потом якобы эти живые люди придут на референдум. Понятно, никто никуда даже не пойдёт, но картинку создадут. Завезут какую-то группу из Крыма, условно там 40 автобусов приедет, это 2000 человек, станут в одну очередь на какой-то там избирательный участок, заснимут эту камеру и посмотрят. Смотрите, очереди местных людей, которые хотят проголосовать на каком-то референдуме. Так же это делалось и в Донецке, и в Луганске. Картинку создали, больше им ничего не надо. Потом они покажут, что якобы там 90% людей пришло. На этот референдум из них 90% проголосовало за создание или ХНР, или присоединение к Российской Федерации. Они до конца ещё не понимают, по какому сценарию идти, потому что планы все ломаются. Как тут 90% нарисовать, если тут постоянно проукраинские митинги выходят, и картинку всё ломают. Они это понимают. А потом вот эту созданную шизофреническую картинку они попытаются продать международному сообществу и говорить, что смотрите, это ж не мы забрали территорию, это местные люди захотели создать свою республику, а потом присоединиться к нам. Я думаю, что всё-таки более реалистический сценарий — это пройти по созданию так называемой псевдо-этих республик, опять же, как они сделали в ДНР, ЛНР, на территории Донецкой и Луганской в наших областях. И потом, к сожалению, вот то, что мы фиксируем, к сожалению, многие наши европейские, в том числе, партнёры, в лице, например, Макрона и Шольца, вот знаете, они вроде нам помогают, помогают, всё понимают. У нас открытая война с РФ. Потом выходит Макрон и говорит так, пришло время останавливать вооружённое столкновение и договариваться. Потом эту же мантру продолжает Шольц. Германия вообще себя, мягко говоря, показывает ненадёжным партнёрам. Тут заявили, мы даём вооружение, а тут юридически делают всё, чтобы вооружение тормозилось, передача. Поэтому я вот, знаете, эту же ошибку мы сделали уже в 2014 году. Когда рассчитывали на помощь наших партнёров, оказалось, что партнёры ещё неизвестно больше за Россию думают, чем за Украину. Хотя я всегда подчёркиваю, партнёры всегда думают за свои национальные интересы. Им не нужна Украина. Они эту ситуацию используют для себя. Это касается абсолютно всех. Другое дело, когда интересы Украины совпадают с интересами, например, Великобритании, США. И тут мы видим прямую помощь, все ресурсы, которые они имеют. То есть они дают это. Польша касается, краин Прибалтики. Но я не буду перечислять, таких краин стран очень много. Да, более чем достаточно. Да, конечно, согласен с вами. Но, к сожалению, по Германии, по Франции у нас есть вопросы. И вот эту картинку, они в первую очередь, якобы, приходят люди и сами голосуют. Они как раз и делают для немцев, для французов, для таких стран, которые ещё не определились. А потом для Венгрии. А потом эти страны начинают рассказывать, что подождите, не всё так однозначно, давайте с ними договариваться. И вообще, может быть, это действительно так и есть, сами люди хотят. И не надо вводить новый пакет санкций, шестой, тот, который касается полного эмбарго на российскую нефть. А по газу вообще давайте думать. То есть, на мой взгляд, Российская Федерация даёт вот такие месседжи, в первую очередь для тех стран, которые на основании этого и тормозят санкционную политику антироссийскую. Ну и плюс тормозят передачу вооружения Украине. Кстати, в Кремле подобную историю с обращением в так называемой военно-гражданской администрации, слов там этого же Стримаусова, либо Сальдо, я бы не сказал, что осторожно комментируют эту повестку. Но так-сяк, скажем так, 50-50, 50 на 50. Дмитрий Песков пресек к Кремля об этом, заявил. Давайте сейчас услышим и обговорим. Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать всё-таки жители Херсонской области, это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть чётко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплёку, юридические обоснования, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом. Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля. Ну, сразу добавим, чтобы не было манипуляций потом от российских СМИ, с Крымом было нелегитимно, с Крымом была и продолжается аннексия, оккупация украинских территорий, попытка отжать Украину и её суверенные территории, скажем так. И сейчас русификация украинского региона, напоминаю ещё раз. Очень осторожные такие заявления Дмитрия Пескова. Вам не кажется, складывается впечатление, что, собственно, Песков сам был и в Кремле, и Песков был так удивлён обращением от херсонских квази-властей о присоединении ещё там о мечтах и Сальдо, и вышеупомянутого Стремоусова? Нет, это всё игра, это всё картинка. Понятно, что, как я и говорил, им надо продать картинку, что это херсонцы сами решили. А Россия тут вообще ни при чём. Вы что, я не я, и хата не моя. Поэтому вот такие заявления со стороны того же самого Пескова. Понятно, что на территории Херсона всё делается под руководством ФСБ, под руководством россиян. У них стояла чёткая задача по нашей информации провести максимально быстро. Сначала голосование Херсонского областного совета, в котором бы было указано, что они хотят создать Херсонскую народную республику, и потом обращаются за защитой к Российской Федерации. Опять же, клише 2014 года Донецк-Луганск. Там как раз всё начиналось с областных советов, потом были так называемые народные губернаторы и дальше референдум. Клише было такое же. Что показал Херсонский областной совет? Их, знаете, дважды заставляли собираться. Опять же, нашлись там какие-то коллаборанты, предатели. Их оказалось настолько ничтожное количество, что кроме как внести этот вопрос в порядок Денны, и потом кардинальное большинство проголосовало против херсонских областных депутатов. Надо дать им должное, поблагодарить за это, что они заняли такую позицию очень правильную, про украинскую позицию. Следующая картинка, мантра. По моей информации, они неоднократно приходили к мэру Херсона Колыхаеву, Игорю Колыхаеву. Опять же, для них бы была эта картинка. Колыхаев избран на законных выборах местного головы. И если бы он и городской совет Херсона сделали бы что-то подобное, то же это хоть какая-то, но картинка уже была. Похуже, конечно, чем был совет, но сойдет. Он отказался. Я с ним общался. Он мне рассказывал о том, что неоднократные были попытки. Опять же, давление было. Ну, надо дать, опять же, ему должное. Молодец. Не пошел на сотрудничество с коллаборантами. Он мне отказался от этой идеи. И Херсонский городской совет точно так же проявил стойкость. Соответственно, планы все разрушились. Теперь они назначили этого сальдо предателя. Дальше они пытаются каким-то образом все равно найти хоть какую-то попытку показать, что это все-таки от херсонцев пошла инициатива. Вот они сейчас над этим думают. И продолжая тему, которую мы с вами обсуждали, по поводу КУР. Один из инструментов — это получить паспортные данные, в том числе, чтобы потом показать, что это сами херсонцы, вот посмотрите, это живые люди, обратились напрямую уже тогда к Российской Федерации, возможно, чтобы помогли провести вот этот референдум, создать это ХНР, а дальше уже там как-то там взаимодействовать. Знаете, вот Путин никогда не откажется от планов, он их видоизменяет. Поэтому, опять же, у них не прошел первый вариант, они ищут второй. Не прошел второй, они ищут третий. Но задача стоит так называемую картинку нарисовать. Они будут это пытаться делать до тех пор, пока мы не освободим эту территорию. Ну, есть, кстати, фотографии самого Херсона, как там местные жители, чтобы там себе не придумывали пропагандисты, какие бы там видео не снимал, так называемый канал «Крым-24», как-то он так называется. В Херсоне очень четко говорят, что собираются делать с так называемыми представителями власти, с тем уже вышеупомянутым, прости господи, Стримаусовым. Это заместитель главы областной военно-гражданской администрации Херсона. Так называемый, добавлю, это самое главное словосочетание. В Херсоне появились объявления, где передают привет Стримаусову. Указано, что партизаны объявили охоту на предателя Украины. Такие листовки появились в городе оккупированном. Я цитирую. Стримаусов. «Херсон всегда будет Украиной», говорится там. Там также партизаны отмечают, что на предателя объявлена охота за его голову. Определена награда в полмиллиона гривен. Есть у граждан РФ, которые сейчас автоматами стоят на территории Херсонщины, прекрасная возможность отдать свое оружие и привезти украинским властям Стримаусова, ну, либо тем активистам, которые дают 500 тысяч гривен, за голову вот этого вот персонажа, скажем так. Стримаусов, Сальдо, они же не появились там 24 февраля 2022 года. И так это как Губарев и Болотов, первые главы так называемых квазиреспублик ЛДНР, также они появились не с начала оккупации, не с первых дней войны. Откуда эти люди? Чем они интересны были Российской Федерации? Почему, собственно, они? Ведь, разобравшись в этом вопросе, мы также поймем вот эту всю цепочку, как кому Россия платила в Херсоне, кому она платила на территории Запорожья и других регионов, которые сейчас временно не подконтрольны украинской власти? Ну, мы должны четко осознавать, что Российская Федерация давно готовилась к подобным сценариям. И как военного захвата наших территорий, так и потом политического управления нашими территориями. Поэтому такие коллаборанты, конечно, они подыскивались. Это работа была российских спецслужб. Ну, слушайте, если они тут про российскую партию там в парламент завели, поэтому у них не составляло проблем потом в том числе искать вот подобных элементов на территории очень многих областей. Вот я, например, про себя, я почему-то так уверенно говорю, например, у меня на округе все выходцы от политической партии ОПЗЖ, фактически вот коллаборанты, они все оттуда. Или депутаты, или кандидаты в депутаты были ОПЗЖ. Поэтому ярко выраженная пророссийская риторика. Понятно, что люди, это знаете, как мёд поставили, прилетели пчёлы. Но если этот мёд там пророссийский, условно говоря, понятно, что туда прилетают такие же пчёлы, которые мыслят с этими, с триколорами в голове. Их потом тщательно анализируют, отбирали, заранее давали какие-то там варианты сотрудничества, то есть проверяли. Я уверен, тот же самый Сальдо неоднократно участвовал в пророссийских митингах, каких-то там инициативах. Поэтому таким образом проверяли, готов ли он потом возглавить подобную работу. тот же самый этот учильник Херсона. Я лично такого не знаю. Херсон, не мой, скажем так, регион досконально. Но тем не менее, по моей информации, точно так же, он там был заранее проверен и поставлен именно на этот участок работы. Но все, знаете, очень важно осознавать, что предателей никто не любит. непонятно, ни мы, кого он предал, ни те, кого они там, они их завербовали. Россияне очень четко понимают, что в первую очередь это же не идеологическое предательство. Это предательство, как правило, там 99% на основании денег. То есть их просто купили. Соответственно, когда найдется кто-то, кто может дать больше, они точно так же легко продадутся. Это как, знаете, политическая проституция. Кто больше дал, туда они повернули головы. Поэтому, поверьте, через какое-то время с этими товарищами будет ровно то же самое, что и с товарищами в Донецке и Луганске. Кто там остался вообще в живых от этих первоначальных губернаторов, очильников МИС и там этих коллаборантов? Да никого. Потом Россия сама зачищает этих всех товарищей, чтобы не было свидетелей этих военных преступлений со стороны Российской Федерации. Всех их ждет один сценарий. Они все умрут, причем очень быстро. Поэтому спасибо, что есть такие наши активисты, которые дают 500 тысяч гривен. Это тоже дополнительный инструмент воздействия. Почему-то, я думаю, что точно так же возможно в ближайшее время найдутся люди, которые могут взять просто этого товарища, привезти на нашу территорию, получить эти деньги. Для россиян, кстати, 500 тысяч гривен это не маленькие деньги. Судя по перехватам, у них вообще там все плачевно. Денег им не платят. Помнишь, деньги, слушайте, если в доллары перевезти, то россиянин среднестатистический, который с автоматом сейчас стоит в Херсоне, он озолотится. Давайте так, мы ни на что не намекаем. Хотя нет, мы намекаем. Везите нам Стримаусова. Мы всей Украине еще скинемся и вам дадим. Дмитрий, в конце буквально. На территорию оккупированную, временно подконтрольной украинской власти, Херсонщины, Донеччина, Мариуполь, приезжают кураторы из Российской Федерации, представители Единой России, депутаты, Турчин приезжал и многие другие люди, новые руководители так называемых, так называемые Новороссии, как ее называют в Российской Федерации. Абсолютно риторический вопрос, наверное, глупый, но который стоит объяснять, я думаю, в том числе абсолютно всем об этом нужно толдычить, как говорится, постоянно. Зачем? Что они там собираются делать? Буквально у нас минутка остается. Ну, опять же, это создание картинки и показать, что Россия не бросила эти территории. Самое важное, они всегда, выступая на каких-то публичных мероприятиях, они всегда говорят, Россия пришла сюда навсегда. и местные жители, ну, опять же, те, которые колебаются, видя все это, начинают думать о том, что, ну, может, на самом деле все так тяжело Украине, и тут прям уже Россия навсегда. Поверьте, все это легко разбивается, они же не создают свою реальность. Они зачем закрывают наши украинские каналы, чтобы люди не получали альтернативную информацию, правдивую информацию, потому что у них колоссальные потери, что они отступают, что их армия не хочет воевать, что у них начались проблемы внутри государства, и в ближайшее время Херсон, и Херсонщина, и все временно оккупированные территории все равно вернутся в лоно своей Батьевщины, в лоно Украины. Поверьте, это точно будет. Мало того, судя сейчас по риторике, если даже вопрос Крыма, даже наши международные партнеры готовы были вынести за рамки, то посмотрите на последнее выступление публичное того же Байдена, тех же руководителей стран, которые нам помогают. Они уже все говорят, нет, эта война закончится тогда, когда Украина вернет все свои территории вместе с Крымом. Ну и в конце, Дмитрий, к слову, скажем так, сегодня так называемая Квази-Республика ЛМР, она там празднует День Республики, 12 мая у них сегодня, это праздник у девчат. Вот такую тряпку сейчас мы покажем, вывесили в центре Луганска, это театр, в моем Луганске вывесили вот эту вот историю, РИА Новости, пропагандистский Кремлевский канал, это показывает, ну я могу сказать, как человек рожденный на Луганщине, в городе Алчевск, в городе менталлургической славы, для которого Луганск не чужой город, это последний раз, когда последний год, когда вы эту тряпку вывешиваете в нашем городе, это 100%, подобные тряпки также висели там и в Донецке, да, это последний год, ребят, уже собираете свои вещи и уматываете в Российскую Федерацию. Дмитрий, говорим огромное спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона Фридом, я напоминаю, что Дмитрий Лубинец, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам прав людей деоккупации и реинтеграции, был с нами на связи, и мы уже говорили с Дмитрием обращении так называемой квази-власти Херсонщины к Кремлю, о присоединении региона, о признании региона, ну, не понять вот этих представителей оккупационных властей. Михаил Подоляк, советник главы сопрезидента Украины, отреагировал на подобные месседжи, давайте сейчас услышим. Единственное обращение, которое могут готовить гауляйтеры Херсонской области, прошение о помиловании после приговора суда. Окупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Офиса президента Украины.